всем привет вернулись из отпуска и сразу идем смотреть на наших рыбасиков и так что мы можем видеть верхний аквариум у нас был запущен циклоп и дафния он был полностью мутный сейчас нету ничего не циклопа не давней не зелени все поедено и наверное часть мойка тоже не вижу она хотя вот меченосцы подросли в растениях вот меченосцев хватает что-то они подъедают и принципе если не сто процентов выживаемость это 95 имеется так следующий аквариум у нас был на кормушке кормушка у нас полностью пустая за две недели я если честно уже сегодня покормил и вода чуть-чуть подмутилась а так тоже была идеально прозрачная вода и где-то здесь был один трупики его даже не вынимал меченосец крупным умер вот здесь видим пару дохлячку вот затянувшийся не знаю насколько хватило вот получается дохлячки то здесь падешь принципе имеется но незначительную среди молодым единственная еще не вижу самца меченосцы кой мне хотелось бы его обнаружить или полом смертью храбрых если умер конечно это самая печальная потеря будет если остальных все заменяемая и в ресурсах есть то самца койки у меня не будет меченосцы уже малек повырастал за этот период уже видно что самцы и в нижнем аквариуме нижнем аквариуме мы вообще на две недели оставляли скаляре без кормежки как видим вода идеально чистая вся рыба себя чувствует хорошо здесь мы вообще не кормили сегодня да я уже пришел разочек закинула корма они с жадностью поводку это все и дальнейшем взрослая одна плавая тоже все нормально с ней и анциструсы одним словом две недели на голодовке взрослая рыба и все нормально вот здесь я чувствую самый падеж получается с рыбой вот он получается дохлый вот дохлый меченосец надо выбросить и мы еще оставляли получается в комнате все равно не вижу койки не трупика ничего потом посмотрим вот надо самец такой а его нету в растениях но они такие могут и в замке быть не удивлюсь может и умер так а здесь была больная скалярия и сразу с нижнего аквариума отбросил вот этот аквариум сейчас попробую включить ну и соответственно он с трупиком что осталось да хорошо что я бросил я знал что она там не выживет принципе растения получается живые анциструсы вот альбинос живой вот здесь я не помню тоже одного анциструса я по идее не выловил вон он полностью в темноте был все это время жив здоров вот чем не поражают анциструсы если у вас анциструса чисто можете вообще не переживать ну ладно принципе все так еще аквариума в санузле это я уже включил свет вот получается две недели здесь маленький анциструс остался я его заброшу оставил потому что не мог выловить и вот он две недели свободно в темноте в одиночестве то есть тут идеальная темнота была и вот он находился и пищу и все с ним принципе нормально вот я сразу включил свет сразу он показался мне на глаза ну и все скоро будем заполнять наши аквариумы прочищать и заниматься отдохнувшись заниматься приступать снова к бою по аквариумам выдавать какой взрослую можно не кормить 2-3 недели спокойно перед отъездом покормили голодовка им порой на пользу с кормежка у нас какой вывод но здесь была самая большая посадка и здесь разнобой более мелкие покрупнее получается кормежка было 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 и все равно падешь принципе значительный мы видим дохленькой рыбки хватает и из крупная получается у нас с меченосом одним проблема стопроцентно и из самца не вижу этого тоже наверно пал смертью храбрых и стал кормом для другой рыбы ну и малька принципе нормально гупешка по-любому вся все самцы по выживали это такие живучие рыбушки они могли подъедать потом мелочь и мелочь данюшки принципе какая-то повырастала было значительно меньше ну видно какая-то рыба прям затянутая то есть дохленькая нужно будет сортировать вот такой вышел у нас эксперимент всем кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал подпишись лайк поставь на канал аква джонни всем пока на канал аква джонни всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok